Президент России Владимир Путин встретился с победителями конкурса «Лидеры России». На встрече присутствовал и житель нашей республики, участник СВО Амир Акао. Добрый день, Владимир Владимирович. Я родился и вырос в Карачао, Черкесии. На данный момент я военнослужащий наших вооруженных сил, мобилизованный, отец троих детей. Осенью 22-го года мне пришла повестка. У меня не было никаких сомнений идти, не идти, брать, не брать повестку. Вообще таких мыслей не было. У меня был опыт срочной службы в Северной и Южной Осетии. Очень много времени я провел на учениях, где мы проводили боевые стрельбы. И я понимал, что мой опыт может пригодиться, и я смогу помочь нашим ребятам. Оглядываясь назад, я хочу сказать, что я ни о чем не жалею. Любое решение в своей жизни нужно принимать взвешенно и ответственно. И если ты уже встал на путь, нужно идти до конца. Совсем недавно я принял еще одно решение, я думаю, будет знаковым. Я смотрел ваше послание Федеральному собранию, услышал о программе «Время героев» и, конечно, сразу в тот же день подал заявку. Правильно. Все. Теперь жду результата. Спасибо большое. Я хочу вообще выразить благодарность вам за эту программу не только от себя, от всех тех ребят, которые сейчас находятся там, и которые действительно могут получить возможность развиваться и двигаться дальше. Спасибо. Я хочу вас поблагодарить за вашу позицию. Вы знаете, вот самым главным нашим оружием является консолидация российского общества и такое отношение к родине, которое демонстрируете вы и те люди, с которыми вы служили. Вы слушайте. Это самое главное, самое мощное оружие. И те люди, которые рассчитывали подавить нас с помощью экономических санкций, с помощью вооруженной силы, они этого не учитывали. И учитывать не могут, потому что для того, чтобы это учитывать, надо быть гражданином Российской Федерации и частью нашей общей культуры. Но вот еще раз хочу повторить. Благодаря таким людям, как вы, мы сейчас чувствуем себя абсолютно уверенно и уверенно смотрим в завтрашние дни и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере безопасности. Низкий поклон вашей маме. Спасибо. Ну, конечно. Она же вас сделала таким воином, каким вы являетесь. Воином в самом широком смысле этого слова. В самом широком смысле слова. И в интеллектуальном, и в гражданском, и в военном. То, что вы нашли еще в себе силы заниматься творчеством, это вдвойне, втройне интересно и ценно. Дайте мне потом через коллегу. Перейдете, отдайте, я с удовольствием почитаю это все. Хорошо. Ну, и то, что вы приняли решение пойти на конкурс «Время героев», правильно? Абсолютно. Только надо сделать. У вас какое образование? Высшее образование. Какое? Какое выше? Техническое, инженер. Инженер. Отлично. Хорошо. Мы вас ждем. Обязательно. Постараюсь пробиться. Я уже говорил, это простая мысль. Сделать для ребят, которые находятся в таких тяжелых условиях, сложных и опасных, в зоне специальной военной операции, там служат Родине, конечно, вы сами это знаете. Вы сами такой. Ну, на кого же полагаться, как не на таких людей, которые сознательно там находятся, жизнью и здоровьем рискует. Для того, чтобы создать эту платформу движения вперед. Ну, как же. Это даже не для того, чтобы сделать кому-то хорошо, а для того, чтобы у России был такой запас прочности, в смысле кадрового потенциала. Молодцы. Спасибо. Поэтому мы и назвали эту новую платформу «Время героев». Точно, по-моему, название в цели.